Уроженец Кыргызстана подозревается в убийстве членов ЧВК «Вагнер». Сам мужчина тоже служил в рядах наемников. В Бешкеке, Астане, полдень. Меня зовут Камила Валиева. Здравствуйте. Уроженец Кыргызстана подозревается в убийстве членов ЧВК «Вагнер». Сам он тоже участник группировки. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База». 25-летний Ярослав Шаховцев признался, что выстрелил в своих сослуживцев за отказ участвовать в мятежах лидера Евгения Пригожина. При этом точно неизвестно, является ли он гражданином Кыргызстана или нет. По данным базы, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили утром 6 июля Воронежской области, неподалеку от трассы Воронеж-Луганск. Они были в военной форме и при себе не имели никаких документов. Недалеко от них был припаркован автомобиль. В его салоне силовики нашли оружие. Два дня назад правоохранители задержали подозреваемого. На допросе уроженец Кыргызстана сообщил, что он член Чебака Вагнера признался, что убил мужчин 24 июня. В скором времени ему изберут меру пресечения. Личности погибших до сих пор не установлены. Губернатор Московской области Владимир Воробьев призвал глав подмосковных городов обсудить ситуацию с мигрантами. Чиновник заявил, что необходимо решить проблему возможного недопонимания. Об этом сообщает ряд сми региона. Воробьев предложил главам подмосковных городов, в которых массово проживают мигранты, обсудить ситуацию с правоохранительным блоком и представителями конфессии. По его словам, за последнее время тема миграции стала особенно актуальной на востоке Московской области в ряде прилегающих городов. Воробьев при этом подчеркнул, что понимает сложность и взаимосвязанность разных вопросов безопасности, нюансов многих систем, в работу которых привлечены мигранты. Обращаю внимание на важность проведения такого разговора. Мы, в свою очередь, ждем предложений, которые помогли бы нам дальше развивать регион и обеспечивали безопасность и все, что связано с качеством жизни на всех наших территориях. А все, что касается элементов экстремизма, этим занимается специальное подразделение. Эту тему умышленно проговорил вслух, потому что она беспокоит людей. Этим летом в ряде городов Московской области прогремели несколько скандалов, связанных с мигрантами. Правоохранительные органы проводили рейды по проверке документов в мечетях и молельных домах региона во время пятничных намазов. При этом силовики не стеснялись выражениях и вели себя грубо по отношению к прихожанам. Мусульмане Московской области даже обратились к Владимиру Путину с просьбой защитить их от полицейского произвола. В ответ местные жители призвали президента России не наказывать силовиков и решить проблему с мигрантами. В дело вмешалось Духовное управление мусульман Подмосковья, юристы и даже глава Чечни Рамзан Кадыров. Все они осудили действия правоохранительных органов. В Кыргызстане около 20 человек заявили о том, что их обманули при трудоустройстве в Германию. Потерпевшие рассказывают, что им обещали сделать визы и отправить работать. Люди заплатили подозреваемые от 300 до 900 долларов, но обещанные услуги так и не получили. Теперь, по их словам, они остались и без денег, и без работы. Милиция задержала подозреваемую и ведет расследование. Материал проекта «Мигрант Медиа» рассказывает Александр Крупнов. Примерно с 50 человек, которые записались на языковые курсы, она собрала от 30 до 80 тысяч сомов. Она обманула нас, обещала отправить в Германию и не отправила. Мы и ни курсов не закончили, ни на работу не устроились. Мы требуем, чтобы подозреваемую привлекли к уголовной ответственности, и чтобы она вернула нам наши деньги. Тахмина собиралась ехать в Германию, чтобы работать на шоколадной фабрике. Ее знакомой удалось трудоустроиться там, но сама Тахмина осталась в Кыргызстане. Среди обманутых кыргызстанцев оказалась и Гульмира. Она заплатила за трудоустройство около 900 долларов. Когда я спросила у нее, есть ли подтверждающие документы, она ответила, что есть и документы, и лицензия. Сама она тогда якобы только приехала с работы в Италии. Мы с родственницей быстро собрали необходимую сумму и заплатили. В образовательном центре, при котором проходили занятия по обучению немецкому языку, говорят, что ничего не знали о мошеннической схеме. Директор учреждения Абдуалым Улан-Бекулу утверждает, что 19-летняя девушка, которая записала своих клиентов на курсы, смогла убедить подать документы на визу и его самого. Я и сам подал заявку. У меня два младших брата тоже подали. Их знакомые тоже. В целом 6-7 человек. Вместе мы отдали 120-130 тысяч сомов. Мы тоже поверили, что сможем трудоустроиться. Сотрудники ГУВД города Ош задержали подозреваемую в мошенничестве. Нанесенный ущерб милиции оценили почти в 8 тысяч долларов. К нам поступило 16 заявлений о мошенничестве. Все они написаны на жительнице Карасуйского района 2004 года рождения. Мы задержали подозреваемую, и она созналась в отделенном. Подтвердила, что обещал сделать визу людям. В Кыргызстане работают 160 компаний-посредников, которые трудоустраивают граждан в других странах. За прошлый год в органы правопорядка поступило 35 жалоб на работу таких фирм. А вот за последние три месяца в МВД написали уже 28 заявлений. Правительство Таджикистана поручило приостановить работу одного из старейших цементных заводов страны, якобы в целях обеспечения экологической безопасности в Душанбе. Радио Дзюди при этом сообщает, что рядом с этим предприятием построили новый цементный завод, который связан с зятем Амали Рахмона. Государственные СМИ сообщили, что решение о приостановке старого завода приняли в правительстве. Журналисты написали, что предприятие, построенное около 80 лет назад, не соответствует современным требованиям и оказывает негативное влияние на экологию города и его жителей. Новый цементный завод построила компания «Форос». Ее совладелец, по данному суде, брат одного из детьев президента Таджикистана Мемали Рахмона. Это предприятие пока не работает и неизвестно, когда на нем начнут производить сырье. Вопрос о выводе старого цементного завода за пределы столицы поднимался еще 4 года назад. Тогда власти объявили, что на его месте построят высотные жилые дома и кондитерскую фабрику. Жители Казахстана беспокоятся за родственников, которые живут в Китае. Несколько семей заявили, что их родственники перестали выходить на связь. Об этом представители партии «Атажур» рассказали в интервью о Затыку. Кроме того, журналисты казахской службы радио «Свобода» поговорили с жителем Алматинской области, который заявил, что его брата в Синьдзяне арестовали. Так Беляль Рахим рассказывает, что его старшего брата Гусмана Рахамулы арестовали после того, как в его доме нашли Коран. По словам Беляля, Гусман раньше был имамом в родном селе. Два года назад он оставил свой пост, потому что решил приехать в Казахстан. Белал выслал ему несколько приглашений, однако его брат не смог приехать. Местные власти отобрали у Гусмана паспорт. Позже Белал отправил ему документы на воссоединение семьи, которые помогли оформить казахстанские власти. Но в день, когда письмо дошло до Гусмана, его арестовали. Ему вменили преступление, нарушение общественного порядка. Нарушение не заключается в насилии или грабеже. У него дома нашли Коран. Говорят, нашли книги о шариате. Вообще-то он был назначен мулой в этой местности. У него в семье были священники. Этому способствовало государство. Теперь Белял Райхым просит у властей Казахстана помочь ему в освобождении своего брата. Между тем, в неизрегистрированной партии Атажур называют имена еще нескольких задержанных в Синьцзяне. По словам члена организации Бигзата Максудхана, их родственники обращались с просьбой о помощи в консульство Китая в Алматы, однако обратные связи так и не получили. С осени прошлого года вновь начались аресты. Задерживают и тех, кто уже был задержан, и тех, кого еще не задерживали. Информация об этом доходит до нас от родственников. Среди задержанных есть, например, Байшат Шаменулы, 90-го года рождения. Уроженец села Жиргалан Тогу-Стараусского района или Казахской автономной области. Он не имел никакого отношения ни к религии, ни к политике. Он медик, работал врачом. В конце мая его родители рассказали нам, что он не выходит на связь. Понятно, что его арестовали. Сообщение о преследованиях коренных народов Синьцзяна приходит с конца 2017 года. Радио Затэк пишет, что сообщалось о том, что Пекин запрещает казахам выезд из страны. Тех, кто уже уехал в Казахстан, власти КНР попросили вернуться. По возвращению их отправили в так называемые лагеря перевоспитания, пишут журналисты. По данным международных организаций, в лагерях могли находиться до миллиона казахов, уйгуров и кыргызов. Китайские власти сначала отрицали наличие общерной сети подобных учреждений, а затем назвали это способом борьбы с радикализацией. Это были главные новости к этому часу. Больше новостей из Центральной Азии в вечерней программе с Джибель Бегалиевой. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, делитесь с друзьями, ставьте лайки и комментируйте, так их смогут увидеть гораздо больше людей. Всего доброго, до свидания.